Поехали! Продолжаем разговор. Игорь Селенок. Ну, в общем-то, рассказать-то он рассказал. Но теперь мы будем слушать ответы на вопросы, которые поступили в чате Народного Славянского радио. Славрадио.орг – это сайт нашего радио официальный. И также на канале YouTube – youtube.com.slash.slavradio. Вот там вы можете вопросы задавать. Вернее, могли задавать вопросы. Больше уже не принимаем. Время задавать вопросы, время на них отвечать. Вот так перефразировал известную присказку. Итак, первый вопрос о Джорджа. Вопрос. У сына дата 2 и число судьбы кармы 2. Каково будет влияние? Джордж, благодарю за этот вопрос. Да, чувствуется, что вы уже разбираетесь немножко в теме. Так вот, влияние просто будет усилено у такого человека. Да, число кармы, оно несёт, или число судьбы, оно несёт ещё дополнительно свои аспекты. Но у такого человека Луна будет проявляться, или влиять, или отражать своё влияние ещё больше. То есть, следовать принципам гармонизации Луны, такому человеку необходимо, наверное, в два раза, скажем так, усиленнее, или в два раза больше прикладывать усилий, поскольку для него влияние Луны будет серьёзнее. Но, опять же, мы не раскрывали конкретно глубины, или даже не прикасались толком к значению числа судьбы. Оно носит в каком-то смысле и схожий характер, но в том числе оно носит ещё и дополнительный характер, который будет проявляться в жизни каждого человека. Но это, я бы сказал, уже категория формата обучения. За этим вопросом вы можете обратиться либо ко мне, либо непосредственно в Академию времени. Но, тем не менее, такому человеку есть смысл больше уделять внимание гармонизации Луны. Об этом мы немного говорили в первых эфирах, сегодня в том числе. Такой человек будет, как правило, путешествовать много, либо с раннего возраста. Я бы хотел обратить внимание на его взаимодействие с водой. Также ему нужно быть внимательным и ни в коем случае в состоянии интоксикации не ходить купаться. Я бы вот такую дал рекомендацию сразу. Ну и даже немножко забегая наперёд, так как вы интересуетесь про своего сына, такого у него в этом году, я рекомендовал бы обратить внимание на здоровье, на иммунитет. То есть, уделить внимание физическим нагрузкам, возможно, закаливанию, каким-то упражнениям, в том числе йогой можно заниматься. И на что я ещё хочу обратить внимание. Этот период, он несколько позволит сменить критическое отношение. Опять же, если человек будет двигаться в возвышенном умонастроении. Поэтому вы можете в каком-то смысле поспособствовать тому, чтобы он... Ну, опять же, всё зависит от того, какой возраст у ребёнка. Если там год-два, такой возраст-три, то, соответственно, сильно вы не повлияете на этот момент. Но, тем не менее, критическое отношение ему необходимо в этом году смещать в позитивный вектор. Когда ты сказал про интоксикацию, я так думал, ну, неужели только те, у которых двоечка есть, не должны интоксикации, значит, увлекаться? Я думаю, что любой папа, любой отец должен своему ребёночку сказать, сынок, не пей, козлёночком станешь. А сейчас мы идём дальше. Панкова Наталья, вопрос. А если сумма день плюс месяц плюс год равна двум, как это влияет на человека? Благодарю, Наталья, за ваш вопрос. В принципе, это вопрос, опять же, про число судьбы 2. И не было идеи раскрывать его глубоко здесь, в этом эфире. Это немножко другой формат. Но, тем не менее, на человека это будет влиять... Так, чтобы без ответа вас не оставлять, немножко я раскрою. На человека это будет влиять, прежде всего, наделяя его лунными качествами. То есть, в какой-то степени он может испытывать некие беспокойства, в зависимости от того, в каком настроении в большей части своей жизни он пребывает. Некая нерешительность. Кроме того, это ещё и интуиция. Также лунные качества будут проявляться в этом человеке, которые характерны для числа души. Но число судьбы, оно носит несколько более глубокий смысл. И это будет отражать в определённой степени периоды человека. Ну и, собственно, влиять на периоды человека. Или показывать то, какие периоды... И как он будет проживать эти периоды. Это даёт, опять же, определённую задачу человеку. Ну, то есть, это такой формат обучения. И, если более подробно, возможно, скажем так, с благословения учителей, я в наших эфирах впоследствии ещё раскрою и эту тему. Но пока я не беру на себя такую ответственность, поскольку считаю, что это некий формат образовательный, образовательный, который относится непосредственно к школе. Благодарю вас. Далее, Оксана. Здравия, вопрос. Роли в астрологии влияют только на людей или на фирмы тоже? Вот, например, и дальше внимание. Дата образования регистрации Народного славянского радио. Отражает как-то на его проявлении и результат деятельности. Вот давай, расскажи нам, пожалуйста, кто мы такие и как это всё отражается. Прекрасно. Благодарю за этот вопрос. Это уже такой формат бизнес-консультации. Но, тем не менее... О, не-не-не, я тебе денег платить не буду. Я не... Это, на самом деле, действительно интересный вопрос. Но, как минимум, я бы хотел просто пояснить, какие важно учитывать факторы, на что необходимо обращать внимание. Разумеется, дата регистрации или основания Народного славянского радио будет играть значение. То есть, конечно, положение планет, но будет давать либо какие-то сложности, либо какие-то там сложности во взаимодействии с государственными структурами, либо, наоборот, с социальными структурами, ну и так далее. То есть, это будет давать некий окрас. Важно понимать, что здесь необходимо учитывать еще и дату рождения основателей. То есть, в том числе, дата рождения основателей Народного славянского радио будет играть значение. Либо ключевых людей, то есть, те, кто имеет отношение непосредственно в финансировании этого проекта, в участии в той или иной степени. Поэтому это такой достаточно большой объем. Но еще на что я хотел обратить внимание, это то, что Народное славянское радио в своей тематике, в своей идее, ставит так или иначе, но возвышенное умонастроение. То есть, действие Народного славянского радио направлено на то, чтобы просвещать людей, способствовать их развитию, развитию как личностному, так и духовному. А это играет очень важное значение. Как вы помните, если человек действует в саттва гуне, в гуне благости, в возвышенном умонастроении, то и Вселенная будет способствовать ему. И уже, например, если бы это было какой-нибудь... Если честно, я не могу сейчас прям какие-то другие радио привести в пример, но какое-нибудь другое радио, классическое радио, и в ту же дату основания, предположим, что эта дата основания будет давать какие-то определенные вибрации препятствий, предположим, то Народному славянскому радио будет намного легче проходить эти препятствия. Точно так же и любому другому человеку будет намного легче проходить препятствие, если он будет действовать в умонастроении благости. Ну, вот такой у меня будет ответ. Хороший ответ. Для того, чтобы, скажем так, подробно, необходимо делать расчёты, смотреть. Но, тем не менее, насколько я вижу и понимаю, слежу за развитием Народного славянского радио, то есть тенденция успеха, поэтому в верном умонастроении, в верном ключе, ну и дата рождения тоже способствует. Ну, дело в том, что у нас нет регистрации. Начнём с этого. Во-вторых, у нас нет даты образования. Во-вторых. В-третьих, у нас, ну, конечно же, можно вычислить участников, когда там кто-то родился, да, и так далее. Вот. Мы ни за какие консультации никому не платим, потому что у нас нет спонсоров, которые бы выделяли деньги на такие консультации. А в-четвёртых, кто нас поддерживает, нас поддерживает Народ. Вот. Вот поэтому сколько людей, которые хоть как-то поддерживают мыслью, денюжкой, помощью какой-то там что-то создать, сделать и так далее, это если всё вместе сложить, там такая будет интересная ситуация, что, наверное, ты как считать замучаешься, наверное, всё это рассчитывать. Так что у нас всё намного интереснее, нежели это может показаться на первый взгляд. И с каждым днём людей всё прибавляется и прибавляется, которые понимают, что народный проект, Народно-Соянское радио, а не просто так, какой-то там есть у нас спонсор, который говорит, ну, давай тебе ещё там 10 миллионов выделю, пожалуйста, сделай вот эту песенку, поставь сегодня. Как это, помнишь, фильм «День радио», да? Испомните песню про жакет, да, вот из этой же серии. Такого у нас нет и быть не может. Ну, ладненько. Благодарю за интересный вопрос. Сегодня Оксана в очередной раз выдала перчику. Жду следующего интересного вопроса. Панькова, Наталья, вопрос. Общаться прилагательными – это как? Благодарю. Я вот пропустил имя вопрошателя. Напомните, пожалуйста. Наталья. Наталья, я благодарю вас за этот вопрос. Общаться прилагательными – это… Ну, я попробую в примере, да, продемонстрировать, хотя мне несколько далековато, да, всё-таки мужское тело немножко, да и луна на меня в моей комбинаторике влияет не так ярко или проявлено, но тем не менее. Когда женщина испытывает, ну, какое-то беспокойство или какое-то переживание, ну, например, её что-то напрягает в действии её супруга, она может ему как раз-таки обозначить то, что меня это напрягает, то есть я испытываю напряжение. Моё состояние равно напряжение. Тем самым женщина обозначает то, что она чувствует в первую очередь. Далее она задаёт вопрос мужчине, а, ну, как он может это пояснить? То есть, может быть, он может помочь ей разобраться в каком-то вопросе. И когда мы уходим от претензий, а мы просто ставим на повестку, вот, ну, непосредственно какое-то переживание, и это переживание, оно в том числе, конечно, связано с партнёром, но разница как раз-таки в качестве этого вопроса. Либо это претензия, либо я обозначаю своё состояние. Меня вот это напрягает, или вот не могу решить вот эту вот проблему, беспокоюсь, напрягаюсь. Можешь мне, ну, чего это я напрягаюсь? Ну, помоги мне разобраться. Напрягаюсь в отношении вот этого действия. Твоего действия, быть может, ну, я напрягаюсь, скажи, что ты имел в виду. То есть, это уже не претензия, это некое исследование, да? И мы действуем в настроении решения вопроса. Мы сами заинтересованы в том, чтобы решить вопрос. И, быть может, мы получим обратную связь от этого человека, что то, что мы там себе придумали, совершенно не имеет никакого подтекста или никакого отношения к его действию. Он действовал из совершенно других побуждений. Но так как мы находимся чаще всего в умонастроении получать, то мы могли в этом, ну, скажем так, получить другую обратную связь от Вселенной. Для того, чтобы стать лучше. Как я говорил в прошлом эфире, да, тысячу раз нам в день даётся только возможностей стать лучше, раскрыть свои качества. И я вас уверяю, эта цифра значительно преуменьшена. Ну, вот, собственно, такой мой будет ответ. Благодарю вас, Наталья, за этот замечательный вопрос. Далее, Стеша, вопрос эфир. А насколько сильно на вас влияет Луна? Спасибо. Насколько сильно на меня непосредственно? Ну, давай так, вообще на людей, то есть на нас, на вас. Вот, может быть, ты своих примеров приведёшь, что на тебя. И вообще на людей как влияет Луна? Благодарю, Стеша, за этот вопрос. Это, в принципе, всё по нашей теме. Луна даёт, как я уже обозначил, двойственность. То есть, насколько сильно, сильно достаточно. Всё зависит от того, насколько человек в гармонии с ней живёт. То есть, насколько человек гармоничен определённым сферам, в определённых сферах жизни, которые курирует вот эта граха Луна, ну, или планета, если говорить по-русски. Так вот, те качества, которые транслирует на нас Луна, ну, если мы рассмотрим человека, у человека есть грубое материальное тело. Каждая планета имеет грубое материальное тело. Каждая планета излучает грубые материальные вибрации. И посредством этих грубых материальных вибраций на жизнь человека оказывается некое влияние или некое воздействие. Хотя ведическая, сама по себе ведическая астрология, она не про влияние, она про отражение. То есть, про внутренний мир. Насколько сильно? Ну, это такой очень неконкретный вопрос. Если говорить о качествах, то это беспокойство, это двойственность, это в другой стороне интуиция или наоборот умиротворение, это творческий потенциал, это прозорливость, это мягкость в каком-то смысле, я бы даже сказал, ну, я обозначу деликатность общения. Ну, суть заключается в том, что такой человек обладает качествами некого переговорщика. Он может улаживать конфликты, может договариваться. Это достаточно идейные люди, но внутри вот таких людей есть протест этому обществу. Опять же, у каждого свой, каждый там со своей кармой приходит, со своими дополнительными еще воздействиями или отражениями других планет. Кроме того, Луна может курировать взаимодействие с детьми, материнские аспекты, Луна может курировать путешествия, взаимодействие с водой, либо, например, там опасность от воды, это другая сторона. То есть, в целом, если прям брать все спектры, то здесь очень-очень много и долго можно об этом говорить, но это опять же такой формат, ну, и того семинара, который уже был ранее, про влияние планет. Но, кроме того, это такой же углубленный формат обучения, поскольку в каждом конкретном случае Луна будет влиять по-разному. И опять же, если мы возьмем людей, рожденных второго числа, это определенное влияние Луны. У людей, рожденных одиннадцатого, там большая степень влияние Солнца, но курируется Луной. Двадцать девятое или двадцатые совершенно разные будут, разные влияния, разные проявления. Это если говорить там из нумерологических моментов. Ну, есть еще положение Луны, в том числе в натальной карте, есть еще проявленные холмы на руках и определенные знаки там в области этого холма, это уже другая грань. То, что мы здесь разбираем, это в большей степени нумерология, которая является частью большого раздела джиотиш, или большого раздела астрологии, так это назовем. Надеюсь, ответил на этот вопрос, но такой он не очень однозначный, поэтому и ответ так получился. Хорошо, ладно, идем дальше. Геннадий Романенко, вопрос эфир. «Как влияет на людей нарастающая и убывающая Луна?» Благодарю. Благодарю за этот вопрос. Да, опять же, на каждого человека будет влиять это по-своему, но в любом случае, в любом случае, лунные циклы важно учитывать как лунатикам, так и каждому другому человеку. То есть, на убывающую Луну нет смысла что-либо начинать. Ну, по крайней мере, меньше вероятности или вероятность больше встретить какие-то препятствия, чем, например, на растущую Луну начинать какие-то действия. А так в каждом конкретном случае это будет проявляться по-своему. У кого-то это будет… Опять же, если мы что рассматриваем? Мы берем человека в гуне невежества и берем человека в гуне благости. В гуне невежества это будет потеря иммунитета. В гуне невежества, разумеется, у такого человека будут, как правило, тяжелейшие отношения с матерью или он будет там даже как-то нелестно отзываться о своей матери, может быть, например. Или у человека будут сложные отношения с женщинами или с противоположным полом. Опять же, очень-очень-очень много аспектов, которые есть смысл учитывать. Если в общих чертах, ну, тоже у кого-то благоприятный период, у кого-то благоприятный период для того, чтобы проработать свои негативные какие-то аспекты и качества. Да, в принципе, у нас нет там неблагоприятных периодов. Мы как бы позитивисты, но, тем не менее, один период благоприятен для одной деятельности, другой для другой деятельности. Соответственно, в зависимости от того, какой именно проживает человек период, так и будет влиять та или иная Луна. Ну, тут очень много нюансов. Это если уходить вот в такие прям подробности, да. Не всегда есть смысл уходить именно в эти подробности. Есть смысл просто обращать внимание на те качества, которые я транслирую в этот мир. И, как говорится, для благоприятных дел всегда благоприятный период. Поэтому, если мой мотив приумножить какое-то благо в этом мире, да и что-то вообще как минимум полезное сделать в этом обществе, то, вне зависимости от того, убывающая Луна будет или нарастающая, я всё равно сделаю что-то, и оно найдёт свой отклик. Пусть в одном человеке найдёт. Но, как я уже пояснил ранее, разумеется, действия свои есть смысл выстраивать с лунными циклами. Это достаточно сильно проявляется в жизни любого человека. Особенно это сильно будет проявляться в жизни человека, который живёт, например, в невежестве. Но, опять же, с другой стороной воздействие будет проявляться на человека, который живёт в гуне благости. То есть, если он ещё и начинает на нарастающую Луну, и там ещё и на кшатры, правильно, ну, гармоничные стоят, и период у него гармоничный, ещё и с правильным умонастроением, и правильной командой. Ну, в общем, если все вот эти аспекты учитывать, то, конечно, будет значительно больший результат какого-то блага в этом мире приумка. Благодарю. Хорошо. Далее. Анжела, вопрос эфир. А почему Луна, месяц, не вращается вокруг своей оси? Благодарю вас, Анжела, за этот вопрос. Ну, Луна вообще по своей природе имеет достаточно такую своеобразную, ну, как бы это назвать, своеобразное проявление, что ли. и почему она прям таки не вращается? Мне сложно сказать, да, как сам по себе месяц, поскольку, если взять Луну, рассмотреть саму по себе Луну, то кратеры на Луне со стороны Земли, что может, опять же, свидетельствовать и наталкивать на дополнительные размышления. Вот, то есть, это опять же говорит о том, что она как таковая, там, не шибко-то вращается. Вот, поэтому такой момент, все, ну, у меня как такового ответа даже нет на этот вопрос, потому что астрономически я это не следовал, да, но я немножечко другого аспекта, поэтому даже затрудняюсь, вот, прям, прям вот конкретно на вопрос затрудняюсь ответить. Да ничего страшного там нет, на самом деле, никакой тайны. Она вращается вокруг своей оси, но просто скорость вращения вокруг своей оси совпадает с вращением вокруг Земли, поэтому мы видим одну сторону Луны всегда, она повернута к нам, и ничего из удивительного нет. Вот и все. Благодарю, Алексей, и вы, как всегда, выручили меня. Идем дальше. Евгений Ёшкин, Кот, вопрос в эфир. Дорогой звездочет, как соотнести Накшатры и лунные сутки при расчетах? Накшатр на два меньше, чем лунных суток. Накшатры лунные дома, то есть лунных суток больше, чем лунных домов, а при расчетах лунные дома накладываешь на лунные сутки сразу вопрос Евгению. Евгений, ты с кем сейчас разговаривал? Кому ты это писал? Я ничего не понял. Ну давай, звездочет, отчитывайся. Как соотнести прям слишком боевую? Ну, окей. Хорошо. Постараюсь ответить и на этот вопрос. Так или иначе, вы в любом случае можете учитывать все аспекты. То есть если мы прям конкретно заморачиваемся на вопрос, но я намеренно использую такое слово, заморачиваемся, потому что не всегда есть смысл прям вот настолько дотошно подходить к вот этим вот расчетам. Не всегда. Иногда есть смысл, а иногда и реально нет этого смысла. Иногда вопрос лежит на поверхности качества человека проявленного, а не на каком-то там воздействии планеты. То есть если мы будем учитывать все аспекты, мы опять же не очень понял как соотнести. Соотнести в целом с одной стороны очень просто, с другой стороны не просто, потому что нужно учитывать все факторы. Ну если прям вот мы дотошно подходим к вопросу расчета и так далее. Но тем не менее каждая нагшатра имеет свои качества, есть свои циклы у всего. и мы это считаем, мы это учитываем и делаем просто поправку на это. Вот такой будет ответ. Вот такой ответ тебе ешкин кот. Идем дальше. Стеша, вопрос эфир. А почему духовный рост не всегда идет рука об руку со здравым смыслом? Спасибо. Ну это наверное вопрос к тому у кого он идет со здравым смыслом. Но если в общем понимании каждый человек например имеет свое устройство психики. Если мы не будем даваться к тему того как планеты на это влияют. Вот есть данность определенная личность со своим мировосприятием мироощущением устройством психики и так далее. И каждый из этих людей будет определенным образом реагировать на ситуацию. Учитывая свои какие-то переживания свои приоритеты свой жизненный опыт на который он опирается свою какую-то интуицию или там вычислительные качества и способности именно его мозга. То есть все это будет говорить о том как действует человек. и духовный рост он опять же со здравым смыслом это с нашей точки зрения. А с точки зрения непосредственно личности которая вот так действует это может быть очень даже со здравым смыслом. А если с точки зрения возвышенной личности то в этом может быть еще больше здравого смысла. Опять же мы не можем учитывать непосредственно в этом вопросе мы не можем учитывать конкретные какие-то качества того или иного человека. Потому что весь его глубокий непроявленный так сказать мир он будет влиять на то или иное его действие и решение. Соответственно с нашей позиции мы оцениваем это так. С какой-либо другой позиции это может быть совершенно по-разному. Ну и просто бывает такая еще ситуация когда люди в чем-то недоосведомлены. Я опять же не претендую на какую-то единую или высшую истину но тем не менее я в неком исследовании нахожусь как астрологии так и хиромантии так и психологии и мои исследования приводят меня к какому-то результату например. И с точки зрения меня это совершенно адекватно. Но с точки зрения например моего там какого-нибудь товарища соседа коллеги партия кого угодно стороннего наблюдателя это может быть совершенно несопоставимо но несопоставимо с его моделью восприятия мира. Понимаете? Поэтому здесь вопрос а мы сейчас как оцениваем эту ситуацию? Как участник или как судья? Если мы себя оцениваем что я здесь действую без какого-то здравого смысла ну тогда это конкретно вопрос себе а какие качества мне стоит воспитать еще над чем еще немножечко поработать я не говорю что это за денек произойдет да бывает годы уходят на то чтобы развивать какие-то качества но вопрос к себе должен быть а что мне нужно воспитать в себе чтобы духовный рост соответствовал здравому смыслу потому что да действительно это актуальная такая тема что духовный рост сопровождается часто ну каким-то самобичеванием или там тотальным отречением иногда это тотальное отречение говорит о том что человек решил духовно развиваться бросил семью детей все ушел там в монастырь храм ашрам куда угодно там уехал познавать себя нет это ложная духовность ложное отречение соответственно если вопрос в этой категории то почему ну потому что люди не до конца осведомлены если это вопрос в отношении себя ну потому что я не до конца осведомлен или я не до конца обладаю какими-то качествами но опять же есть вот самый первый аспект это когда мы просто оцениваем в реальности не понимаем что руководствует чем руководствуется данная личность вот такой будет в каком-то смысле многогранный ответ но хочется учесть несколько позиций благодарю вас ну что ж дорогой звездочет получаю еще один вопрос от Евгения Йошкинкот дорогой звездочет мучают сомнения можно ли учитывать время рождения человека через кесарево сечение это как бы неприродно и человек рождается не сам а при расчетах нужно время рождения как там рассчитывать если человека вырезали в кавычках с момента начала операции или как благодарю вас Евгений за этот вопрос ваши вопросы они всегда прям такие глубокие и ну но больше в теме технологической никаких проблем говорится так что рождение человека считается с момента его явления на свет ну можно обозначить с момента его вдоха в какой день он является в какой момент его из утра в матери достают в каком-то смысле тут конечно есть некая уже сложность в учете времени потому что операции могут тянуться долго могут идти с какими-то осложнениями или наоборот протекать быстро и не всегда люди могут записать скажем так верное время рождения но учитывается именно тот период когда ребенок является на свет вне зависимости от того кесарево это сечение там ну кесарены он как говорится или не кесарены тем не менее мы просто учитываем именно этот период именно это время но и опять же иногда время рождения играет серьезный смысл прям и минута играет огромное значение а иногда и полчаса будет не сильно не сильно играть но опять же все зависит от вопроса все зависит от того кто кого мы рассчитываем кто перед нами находится какой у него вопрос ну и дальше мы уже делаем поправки но тем не менее есть такая замечательная возможность опять же я хочу обратить внимание что это возможности на доступно сейчас в открытом доступе но в каком-то смысле хотел бы вас предостеречь потому что далеко не все специалисты действительно делают адекватный расчет ну то есть непосредственно верификацию рождения времени рождения по каким-то событиям жизни и соответственно если человек делает эту верификацию и вы ему как специалисту уже начинаете друг доверять дальше это будет определять какие-то конкретные описания и рекомендации которые вам даст этот специалист то есть ну просто я не претендую я не занимаюсь о себе я не занимаюсь верификацией я еще не постиг в своей практике эту область я немножко сейчас в другом направлении двигаюсь но тем не менее есть такие специалисты я в принципе даже смогу кого-то и кого-то рекомендовать в моем окружении присутствуют такие специалисты если вам это потребуется благодарю вас за этот вопрос Евгений хорошо в заключение я предлагаю тебе подвести итог нашей сегодняшней передачи и пожелать что-то доброе вечное нашим радиослушателям и зрителям народного славянского радио благодарю Алексей ну как я уже говорил сегодня мы раскрывали аспект Луны практически ее проявление ее влияние или воздействие на нашу жизнь на то как проявляется это в женщинах то как это проявляется в отношениях и если мы будем уделять этому значение если мы будем ставить аспект отношений в нашей жизни на серьезное место то как уже стало понятно ну по крайней мере я надеюсь что стало понятно из сегодняшнего эфира наша жизнь начнет давать нам или вселенная дает давать нам в нашей жизни обратную связь что будет проявляться как повышение качества жизни гармонизации отношений общения раскрытие своего внутреннего потенциала а у этого тоже достаточно большое количество положительных следствий то есть в целом наша жизнь будет раскрываться приумножать благоприятные проявления и если вы были внимательны то все это в принципе о том как двигаться в гуну благости и гуна благости нам ответят своими качествами а что касается пожеланий я всегда желаю людям любви и осознанности это те качества которые будут способствовать их развитию те качества которые будут способствовать гармонизации их жизни и это те качества которые есть смысл транслировать в этот мир тем самым подавая пример людям окружающим нас в нашей жизни и соответственно мы будем получать обратную связь благодарю вас за эту возможность благодарю за этот прекрасный эфир и ваши замечательные вопросы также вы можете задавать свои вопросы непосредственно лично мне в личных сообщениях например вконтакте в инстаграме ну или других соцсетях не имеет значения в общем в любом случае я буду рад ответить на ваши вопросы кроме того как уже такая традиция пошла для народного славянского радио я опять же хочу обозначить у меня есть возможность провести для вас экспресс консультацию на совершенно безоплатной основе вы мне если есть такая необходимость вы обращаетесь ко мне я соответственно дам определенные инструкции какие мне необходимы для этого и что необходимо вам сделать и в прошлый раз я обозначил что дополнительно дополнительно я еще каждому сообщу его индивидуальный день для поста но пока вот закрепим закрепим вот такой бонус как говорится благодарю вас Алексей и благодарю народное славянское радио за этот эфир благодарю вас дорогие радиослушатели и зрители которые были сегодня в эфире и которые опять же посмотрят этот эфир впоследствии на сегодня все будь добру благодарю такой пост прилетел от аудиодизайн админы ваша радио спонсирует власть имущие только давайте правду пишите аудиодизайн я не буду писать я отвечу так во первых если нас спонсирует власть имущие то вопрос а где деньги где аппаратура где студии где микрофоны качественные где компьютерные станции вещатели почему у нас нет в эфирме пожалуйста покажите кому мы должны обратиться чтобы получить те самые деньги которые нам положены по спонсорству это первое во вторых многоуважаемый аудиодизайн чтобы писать такие слова необходимо во первых вникнуть тему и понимать что вы пишете в третьих уважаемый аудиодизайн необходимо понимать а что мы делаем такого что например власть имущих поддерживала бы если мы призываем к тому чтобы человек стал хозяином на своей земле и чтобы он жил по тем конам в которых современные власти имущие абсолютно никакого имущества и власти перед народом иметь не будут но как-то не сходится это дальше вопрос аудиодизайн скажите пожалуйста извините скажите пожалуйста какой именно власть имущей группировки мы принадлежим которая нас спонсирует в России в Америке в Англии в какой-нибудь может быть в не знаю какой-то другой стран в Папуасии ну предвидите пожалуйста какие-то может быть конкретные данные которые бы указали что вот именно там нас спонсируют ну и теперь нас спонсирует власть имущая значит мы объявляли неоднократно что спонсоров у нас никаких нет но нас поддерживают те кто кто должны взять власть в свои руки то есть народ именно народ по всем конам по конам имеет право на власть и обязан этой властью воспользоваться для того чтобы стать полноценным хозяином вот с этой точки зрения да нас поддерживают власть власть народа то есть потому что нас поддерживает сам народ и в заключение еще раз я приношу свои соболезнования всем тем кто испытал потерю близких людей это трагедия очень серьезная много есть домыслов я не берусь говорить кто устроитель этого всего почему это все произошло я не судья чтобы носить какие-то приговоры и публично высказывать свое мнение но знаю что такие случаи а случайного ничего на земле не бывает могут происходить только там где народ еще не стал хозяином на своей земле потому что если народ не является хозяином с ним это будет происходить потому что те иные если нет хозяина поступают с теми кто живет на земле так как считают нужным потому что за людей многие иные жители земли не считают а раз так то значит они с ними поступают как с скотиной а со скотиной можно делать все что угодно ну вот как-то так и в заключение мне остается только напомнить вам что сегодня у нас по одному из современных календарей 27 марта 2018 года вторник по одному из старинных 26 день месяца пробуждения природы 7526 лета шестица роли в астрологии тема вторая луна об этом нам сегодня рассказывал Игорь Селенок я прощаюсь со всеми желаю всем добра здравомыслия благоразумия становитесь хозяинами своей жизни станетесь хозяинами своей земли увидимся и услышимся быть добру Народная славянская радио пора просыпаться субтитры